доброе утро мои дорогие зрители с вами наталья всех приветствую всем рада так как идут сборы на море вчера никогда было вчера бегать не было много да и сейчас я тоже убегаю сейчас внук придет от родителей пойдем всем по церкви сдавать поэтому вся в делах вся в заботах если бы реснички сделала как видите такие красивые снички имея право хоть и говорят что бабка ну и что я имею право и есть возможность сделать сегодня маникюр пойдешь чуть чем дело ну что еще у меня сбор идут полным ходом вчера ходила за документами в турагентство девочки и мальчики цены взлетели в два раза то есть если я брала в мае это была одна цена а сейчас в этот же отель на такой же срок в два раза дороже куда катится мир нет по такой цене в два раза дороже я бы не поехал это точно потому что ну очень по 300 тысяч на 10 дней что турция что египет елки-маталки не я тогда бы сидел дома или в рязань поехала бы ладно поговорим о быковой вчера в кружочках и видео выпустила но это видео было выпущено тогда когда приезжал мудачок е.п. это в тот день было снято ну что мы видим воли на хозяйстве помощника не стало вопрос номер один куда делся помощник она говорит устал нет тебя была проверка и что-то у тебя изменилось но при этом когда она дует коров у нее 2 уже чисто ну кто-то убрался но хорошо кто-то убрался коров подоела сидит в кресле режиссер она у нас то это кино она сама уже сказала сидит в кресле рассказывает про свою тяжелую долю что помощников нету что она очень устает и как ей дальше быть она не знает сидит в стуле а вспомните еще месяца два назад как она секундомером бегала за петровича он даже не мог забежать в свою каморку к фику выпить она его прям отслеживала отслеживала а тут оказывается можно посидеть пока корова дуются петровича нельзя было а ей можно дальше что корову прибавила но все счастье счастье в дом корову молоко прибавила дает полтора ведра за целый день какое счастье но не тут то было у быкова опять беда какая пропали покупатели да с чем это связано или она нам просто нам на видео говорит что покупатели пропали потому что ее все-таки взяли за задницу потому что как и п или самозанятой она не имеет права продавать излишки а если продает должна платить с этого налоги и она должна иметь лицензию она должна иметь сертификат на молочную продукцию а чтобы получить эти справки это надо сдавать на анализ всю продукцию и творог и масло сметану молоко издается нам по моему очень часто я не знаю как часто сдается но надо сдавать на какой срок дается эта справка может быть на месяц но это все стоит денег но это не в быковском варианте платить за это поэтому у нас сразу пропали покупатели для того чтобы не писали потому что излишки молочной продукции можно только только лпх сдавать излишки это считается это не работа коммерческая а это излишки но быковой только и п и и п имеет право на на работника не обращать внимание пускай рёт поэтому что у нас происходит дальше а дальше у нас быкова уже подоила коров выпустила пошла доить коз кто же ей интерес козы руж сами заходят конечно и она такая прям труженица труженица вопрос оля у тебя два дома два здоровых парня одному из которых 20 другому 16 ты вот 16-летнего можешь оставить с детьми а 20-летний может прийти к тебе на хозяйство и помогать почему бы нет ты же сама говорила они у тебя такие помощники такие помощники и убраться дома ты знаешь вообще убраться дома это женская работа больше да дети могут помочь тебе может в уборке помочь уже саша ей 10 лет и данила один пылесосе другой моет полы посуду тем быть не надо она у тебя в посудомойку составил вытащил в чем проблема кровати заправить тоже дети взрослые могут заправить а вот двоих больших лбов которые у тебя дома сидят на твоей шее хотя лёша кричит что он зарабатывает даже если он зарабатывает и как ты говоришь помогает с детьми с маленькими но вот оставь лёша на детей до феди пускай работает на хозяйстве ты будешь ему на зарплату собирать конечно если подадут вот мне интересно дадут или нет потому что одна семья то вот и разбирайтесь ну и опять оля начала тему что достали ее всякие инстанции начинают ей название в эти без конца к ней приезжают в ее куда-то вызывают не дают ей покоя жить покойно жить это хейтеры все кругом пишут пишут и она сказала вы чего хотите чтобы я осталась без заработка что хотите чтобы у меня детей в детский дом собрали нет зарабатывай зарабатывай ты и так зарабатываешь youtube тебе платит да ты сейчас стало меньше зарабатывать но выходит у тебя сто тысяч в месяц с одного канала со второго не знаю сколько там задние только просмотры без монетизации сто тысяч рублей полтинник ты практически получаешь за детский сад и пособие 150 тысяч есть возможность прожить если не шагать широко когда широко шагаешь штаны рвутся но ты же этого не знаешь тебе уже хочется все и сразу ты же сама об этом сказала и вот к чему я хотел еще вернуться про коров коровы стали давать хорошо сейчас еще одна телица это будет 4 дуяных коровы как оля говорит покупатели куда-то исчезли покупателей нету что же ты будешь делать с молоком с молоком со своим а сыр будешь варить хорошо будешь сыр варить у тебя негде хранить это что ты вчера показала это конечно отстой грязные яйца из курятника ведрах федора тоже грязные сначала стояли на полу в кухне потом у них поставила на стол санпин сохраняется открыла холодильник в холодильнике стоит ведро как мы видели ведра она разливает и переливает на полу коровника как вы думаете чистые ведра стоят в холодильнике а там лежит молочная продукция вот ее подписчики еще раз посмотрят и оставшиеся откажутся потому что надо головой думать ты думаешь почему в банке переливают молоко по крайней мере или холодильник должен быть что там нет продуктов ни масла не творога не сыра только ведра стоят еще куда не шло и опять же если ведро стоит на верхней полке а внизу другое ведро оно не накрыто чего с ведра может насыпаться маленькая какая-нибудь соломинка какая-нибудь хрень потому что ведра они стоят на полу девочки любая пушинка на скаловоста у них там тополь цветет там все в пуху и ведра стоят не накрытые вы считаете это соблюдение санитарных норм и дальше будет еще хуже это не хейтеры это люди которые тебя смотрят от которых ты отписывайся кого ты отправляешь в бан вот тебя смотрят и уже как бы или не как вам сказать пишут правду то что они видят быкова это не нравится и она всех отправляет в банк конечно и она опять усталая опять она опустошенная у нее черная полоса не кончается но тебе никогда не кончится не когда поэтому ольга бери камеру ребят на хозяйство лёшу на дом этого на коров бегать с камерой снимать монтируй выставлять по крайней мере это у тебя хоть как-то получается какой копеечка придет пиши статьи в дзем хотя мы их не читаем потому что скучно мы эту тему уже про мы солили мы все это знаем все это слышали еще два года назад но по крайней мере год точно назад слышали сиди с детьми занимайся с детьми и что мы под конец виде ролика оля едет косить траву да мне еще предложили один участок посади лёшу пускай косят и возят в чем проблема слушать у тебя будет сена сейчас еще сена будете покупать и зерно хомяки потому что поголовье увеличилось оля косит складывает прыгает на этой тележке но поехала на с матроной мы знаем прекрасно что приехала женя б мудачок она пошла к папе а быква поехала одна косить тебя два лба дома еще раз говорю подписчики обратитесь к ней у нее два взрослых сына не работают не учатся пускай работают на хозяйстве не только дома сопли вытирают маленькие но и на хозяйстве а там чё как только двое матрона и матрона говорю матрона вечно с мамой потому что она там всех долбачит а дома то кто вероника и яков тоже весь синяка вчера лёха показал блин да у него вообще синяки не сходят 1 разбита и и башка не зря приезжал после травмы вероники он наверняка всех сфотографировал и это будет док в тюрьме хотел сказать по изба и боже суде каждого такая на хорошая мать так она смотрит за детьми такие дети все синие потому что он тоже готовится не дурак ну ладно мои дорогие я с вами прощаюсь может быть завтра еще я выйду поговорим если будет о чем потому что беготня у меня продолжается это чемодан его он стоит розовенький уже собрала так мелочев касался 1 косметичка 2 принципе все собрала там платье еще одна на погладить все до встречи всех люблю скоро увидимся